Но в священном описании изображены духовные законы, нарушение которых ведет к страданию. Если ты начал гневаться на людей, если не остановишься, когда ты начнешь гневаться на самого Бога, да? Порфириков говорит, что если мы начинаем кого-то ненавидеть, испытывать неприязнь, одновременно у человека образуется какая-то обратная тяга, он испытывает к нам отвращение. Как у нас один есть иродиак, он говорит, что если у нас дома никто не ругает, значит дома никого нет. Эти психологические тренды почему опасны? Они говорят, прими себя. Если ты накричал на ребенка, и ты принял себя, ну да, я гневливый, значит, что, в следующий раз он придет, надо опять себя принять, что накричал. О персоне Сергея Комарова у меня вызывает уже просто тремор. Вот пришел с хорошим настроением, специально там выспался, и вот вы опять мне не дали порадоваться. Здравствуйте, друзья! Сегодня на портале Экзигет мы поговорим о гневе. Гнев, как правило, мы понимаем как некую эмоциональную напряженность, в результате которой человек начинает кричать, оскорблять, ругаться, иногда даже дело доходит до рукоприкладства. И обычно мы говорим себе успокойся, не злись, улыбайся, будь хладнокровен и так далее. Но вот как смотрит на гнев православная аскетика и каковы пути его преодоления? Об этом мы сегодня поговорим с иеромонахом Прокопием Пащенко, насельником Соловецкого монастыря. Батюшка, здравствуйте! Добрый день! Отче, что такое гнев с точки зрения Священного Писания и Святых Отцов? Ну, сложно сказать, у меня прямо такой выборки нету, что такое прямо гнев с точки зрения Священного Писания. Но я всплыла на памяти фраза «гнев правды Божия не соделывается». То есть некоторые направляют свой гнев, что, дескать, ну дело же делается, да. Но есть, например, духовные законы, которые изложены в Священном Писании. Можно не соглашаться с Священном Писанием, критиковать, говорить, что это церковники изобрели, чтобы порабощать там бедных. Но в Священном Писании изображены духовные законы, нарушения которых ведет к страданию. Если ты пытаешься достичь правды, но при этом ты используешь вот такие средства, все-таки реальность не поддерживает нашу точку зрения, что для цели все средства хороши. Мне кто-то сказал, что когда ты используешь неблагие средства, постепенно забываешь о своей благой цели. Ну и родители, которые с помощью гнева хотят стимулировать детей, ну я же, типа, пытаюсь, чтобы он учился, но в итоге разрывает контакт с детьми. А гнев с точки зрения аскетики – это, ну, страсть, но причем цельные люди, когда с ним говоришь о страсти, они иногда встают на дыбы, потому что в популярном мышлении страсть понимается как некая эфемерная ошибка ума. Ну, есть в буддизме, да, в буддизме нет, только идея греха есть, ошибка ума. И вот страсть – это просто ты что-то неправильно понял. Но страсть, если сюда подключить и соединить аскетику с советскими авторами, становится такое некое мотивационное ядро. То есть она превращается в ту самую доминанту, ту призму, сквозь которую человек смотрит на мир, и гневливый человек рано или поздно сталкивается с очень отвратительным восприятием реальности. То есть его картина мира такова, что его окружают только злые люди, которые злодеи, хотят им манипулировать, но он так видит все, да. Естественно, он становится крайне несчастным, потому что гнев отравляет все радости жизни. Пошли в какой-нибудь хороший ресторан, пообщаться, да, там все прекрасно, свадьба или день рождения. Но вот что-то случилось, не тот заказ, все, вспыхнул гнев, и он тебя отравляет все вечер. И, естественно, он говорит, что зла на вас не хватает. Вот пришел с хорошим настроением, специально там выспался, и вот вы опять мне не дали порадоваться. А почему гнев входит в число так называемых смертных грехов? Ну, это здесь все-таки не очень соглашусь. Ну, есть, не знаю, популярно ли у кого-то, у отца так написано, да. Здесь просто немножко разберу, что такое все-таки смертные грехи. Ну, хотя вот в прочтении такого сориенавтора во всем уважаемых, да, как Игумен Эн, с Игумен Гавриил, да, Виноградов, Сакербаев, все-таки смертный грех – это то, что начато лишать человека божественной благодати. То есть, например, почему все-таки гнев трудно назвать смертным грехом? Мы прогневались, попросили у человека прощения, все, успокоились, помирились, вопрос закрылся, да. Все-таки вот блуд, убийство, занятие магией, общение с инфернальным миром через какие-то ритуалы, да, оно отрывает человека от Бога, и человек утрачивает саму возможность вхождения в вечность вот именно с Богом. Гнев может оторвать человека от вечной жизни, когда он становится доминирующей страстью. То есть, вот у нас все-таки, мы все подвержены гневу, но не у всех у нас он в качестве доминирующей черты характера присутствует. Вот, а в Адарфе Гаврииле, что, в принципе, любая страсть, которая обратилась на бок, подлежит муке. И тут мимоходом хоть не относятся к теме гнева, но просто скажут, что только вечный мук, потому что, когда ты такой говоришь, у людей возникает протест. Как Бог смеет меня присуждать к вечной муке? Ну, гуманистической философии, все такое прочее. Вот в замечательной книжечке Андрея Ухтомского «Любовь на старшем суде» говорит, что старшный суд — это время самоопределения человека. То есть, то, что ты врастил себе в этой жизни, просто проявится во всей полноте вечности. И если, соответственно, человек опаляется гневом, что происходит? Если у него обратился домирующий навык, во-первых, он проклинает людей, разрывает отношения с Богом, потому что на каком-то этапе, если ты начал гневаться на людей, если ты не остановишься, когда ты начнешь гневаться на самого Бога, да? Начнешь гневаться вообще на принципы реальности. И гнев начнет, если здесь и в физиологию подключить, подавлять в тебе все доброе, светлое, что вообще в тебе есть. И, соответственно, сомневав такое качество, человек входит в вечность. И как один тоже православный автор говорил, ссылаясь на наших духовных учлей, что если действительно у духовных авторов вот эта идея, что мы формируем тот багаж, в котором входим в вечность, то есть дальше в вечность человек продолжает развиваться в этом направлении, избранном в этой жизни до тех пор, пока он не превратится в чистую ярость, которая попадает в нем все, да? И это получается вот такое некое чистое страдание. В этом смысле, да, как бы всякая страсть в виду к смерти, но все-таки надо различать те страсти и грехи, где мы можем стабилизироваться более-менее в скором времени. И то, что у нас уже начато отрывает какой-то духовной жизни. С чего начинается гнев? С раздражения? Ну, есть разные модификации, есть известная схема святых отцов, как начинается страсть, формируется мотивационное ядро, то есть вначале приходит помысел, то есть мы, я вот сижу на вас, и что-то мне, как это там, в одном фильме, да, что-то мне с гусь не нравится. Все, этот помысел проскочил, если он задержался, я конфетку начал обсасывать, потом там и борода не такая, там и пиджак не подходит, ну, и постепенно этот помысел начинает вызывать уже эмоции, чувства. Если эта цепочка проходит много раз, она становится навыком, да. Ну, со временем термином уже появляется такая уже стойкая какая-то нейронная сеть, даже в каком-то смысле условный рефлекс. То есть если я вас уже, ну, вот не отслеживаю свои мысли, думая о людях плохо, в частности, там, так сказать, о Сергее Комарове, да, то одно упоминание потом через два, если я два года в этом развиваюсь, одно упоминание просто о персоне Сергея Комарова у меня вызывает уже просто тремор, да. Старец Клеопа Румынский, он эту цепочку расширяет, и, так сказать, и с начала, и с конца. То есть он говорит, что помысл ведь не приходит просто так. Вначале ты не сделал то добро, которое ты мог бы сделать. То есть ты уже потерял какую-то вот такую благую активность. Потом ты, соответственно, не ушел от какого-то соблазна, который, может быть, еще не являлся греховным помыслом, да. Ну, просто, например, ну, пришла мысль лечь на диван, ты лег. А вот когда ты уже внутренне расслаблен, да, вот потерял вот эту благую активность, выпал из своего какого-то ритма, вот на эту, там, взошел твой ребенок, что-то там не вовремя. И у тебя родился помысл, да, сейчас его унизить. И если бы ты был в активном состоянии, ты бы мог бы это спокойно отодвинуть. Но ты уже все, пошел по этому пути. А раз ты пошел по этому пути, то в следующие разы, когда твой ребенок зайдет, тебе может на ум уже, тебе тяжелее будет ситуация совладать. То есть на первый план сознания выскочит именно эта же реакция. И ты рискуешь заразиться уже гневом, и Клёпый Румынский цепочку продолжает и дальше, да, что страсть становится навыком, порождает отчаяние, и потом уже склонность к самоубийству. Бывают гневливые люди или люди раздражительные. Вот так прямо и говорят. Вот такой человек, он немножко гневливый. Откуда это берется? То есть человек действительно таким может родиться? Ну, есть разные ответы на эти вопросы, и многие из них сочетаются друг с другом. Иногда это берется из самооправдания, да. У меня одна знакомая все-таки пришлось, говорит, уволить работника. Целый год давала шансы, предлагала разные варианты. Но на все мои варианты работник сказал, ну, я такой человек. Да, то есть человек просто изначально отказывается, вот, ну, к любому диалогу. Действительно, есть люди от природы такие, вот, как у нас один есть иродяк, он говорит, что если у нас дома никто не ругает, значит, дома никого нет. Есть южане, да, вот известно, даже Серафима Саровского, когда спросили, кто самый большой подвижник, он сказал, повар грузин. Да, потому что он хотел, ну, очень эмоционально, бурно на все реагировал. И то усилие, пусть он даже где-то и гневался, но то усилие, которое он употреблял для того, чтобы себя обуздать, оно было выше того усилия, которое схемники употребляли для того, чтобы нести какие-то свои труды. Но есть не только вот некие предрасположенности, связанные, так сказать, с климатом, да, потому что южане всегда более темпераментные. Есть уже, если аккуратно, я не фанат, так сказать, психологии и психиатрии, но иногда какие-то точки надо понимать, что, например, вот Ганнушкин наш, известный советский психиатр, да, у него была работа клиникой психопатии, и он же говорит о неких врожденных, но в православной традиции врожденный – это не значит приговор. И Ганнушкин в этом смысле, не знаю, был ли он христианином, он хорошо сочетается с православной традицией, он говорит, что даже если у человека были вот эти врожденные, ну, психопатии, которые подталкивают его к чему-то, но если человек помещается в более-менее конструктивную среду и сам развивается в более-менее конструктивном ключе, то он до какой-то степени может все-таки как-то компенсировать, то есть его, прежде всего, не становится для него фатальной, да, иначе тогда получается гео-чеческая свобода. И поэтому, если у нас предрасположенность или у нас ее нету, надо понимать, что всегда выход есть. Современное представление, кстати, о мозге, пока что мозг пластичен, он способен меняться, но беда для человека в том, что когда он заходит в современную популистскую психологию, которая очень спекулирует на теме врожденности, на теме генетики, вот мы недавно с этим ученым обсуждали, но нет такого большой науки, что вот у тебя просто выделился дофамин, и ты стал как бы зависим от игры. Это вот популистская такая версия. В реальности никогда нейромедиатор сам по себе не работает, все работает в комплексе, и все как бы плятся корой. То есть вот, и поэтому все равно, если сказать вкратце, то выход есть. Но когда человек заболевает вот этими популистскими терминами, ему объяснили, что ты, так сказать, болен, конечно, это для него некая там форма самооправдания, которая, ну плюс еще вот эти, современно не очень верные, думаю, мы о них поговорим, форма борьбы с гневом. То есть экологично проживая гнев, да, 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 разбей тарелку. Выход к гневу, да, ты покричи. И элементарное непонимание, то есть непонимание элементарных принципов какой-то физиологии, приводит к тому, что человек следует этим таким не очень понятным советам, в итоге закрепляет себе гнев. Ну, мы можем подробнее об этом потом говорить. Да, ну давайте, раз уж мы подошли к этой теме, действительно, мне приходилось читать некоторые советы современных психологов, которые говорят, что гнев нужно пережить, да, и выход, да, хочешь покричать, покричи, там, разбей тарелку, еще что-то, зато это выйдет из тебя, и тебе будет легче, ты переживешь эту эмоцию. Да, и давай семья разрушится. Да, ну вот какова опасность здесь? Ну, опасность велика. И, ну, с кем мы уже встречались, знают, что я часто упоминаю академику, к Томскому, потому что он дал именно базу, да, для понимания каких-то процессов, который уйдет в человеке. Он был верующим христианином, и при этом он в духовную академию именно перешел в физиологию, именно для того, чтобы все-таки, ну, понять механизм мысли, да. И это не то, что его какое-то единоличное изобретение, целая школа физиологии работала десятки лет, чтобы в итоге сформулировалось это изящное учение доминантии. Доминанты — стойкий очаг в коре головного мозга, мы, когда говорили про зависимость, мы это уже проговорили. Ну, механизм многих страстей, он, в принципе, одинаков. Стойкий очаг коре головного мозга, и который, когда, значит, приходит в движение, характеризуется следующими признаками. Во время возбуждения все импульсы стягиваются к текущему очагу, то есть человек в момент гнева, он интерпретирует происходящее, значит, происходящее в принципе доминанты. Я узнал там, например, женщину, которая много трудилась, ей начальство предложило просто взять время отдохнуть. Но она интерпретила, что от нее хотят избавиться, и поэтому у нее это вызвало какой-то панический ужас, что ее хотят отдохнуть. Или, например, гневитесь на кого-то человека, и вам пытаются сказать, да ты знаешь, он хороший человек, он жертвует в детские дома деньги, вы интерпретируете, исходя из своей доминанты, что да я знаю, он лицемер, вот он там отмывает деньги. Одновременно в прочих отделах коры разливается процесс торможения. То есть в момент гнева вы забываете, что это близкий человек, с которым он вас много связывало, он делал вам много доброго, как будет, этого не помните, да? И доминант является маховым колесом, на которое разношерстный опыт обвиняет в единое целое. То есть из окружающей среды мы вычленяем те сигналы, которые у нас биологически интересны. Если сказать в более простом православном ключе, это вот известная притча старца Паиси Святогорца про муху и пчелу. То есть муха знает все о туалетах и помойках и ничего не знает о цветах. Да, пчела наоборот. Также неливый человек, для него просто биологически интересны всякие там казусы, какие-то каки, и он более на это фиксирован. И доминант, она способна аккумулировать нервный импульс. То есть вот почему святые отцы даже все-таки призывают быть внимательны к помыслам. Да, и, кстати, идеально вот этот механизм страстей, который описан сейчас в физиологии, да, ну, не в прямой написан, там нет таких прямых стат, это я уже как бы версию обработанную, да. Вот преподобный Ава Дорофеев в своей книге «Душеполезное поучение» все это писал идеально просто. Настолько просто, что поначалу тебе простота даже вызывает какое-то недоверие. Но по мере, если ты изучаешь, все-таки там общаешься, там как-то науку почитываешь, то ты понимаешь, что написал сам механизм. И он как раз говорил, что если мы не внимательны к мыслям, вот кормим эти злые мысли, то когда-то мы дойдем и до поступка. И, соответственно, что значит экологичное проживание гнева вот через сквозь призму вот того, что мы сказали, да, вот этот доминант способен окулировать нервный импульс. Если мы гневость там начальника его ненавидим и пошли поколотить там грушу у японцев есть там там, да, груша с лицом начальника, то, по сути, мы эту доминанту мы подкрепили, мы ее напитали. Если у нее там было, типа, 100 бонусов у этой доминанты, будет 101. И когда-то мы отойдем до того, что когда доминанты гнева приедут в движение, на каком-то этапе нам станет, ну, по-все, невозможность держаться. И, кстати, вот эта идея, то, что сейчас протестантская мысль на шага программы воспринимает как некую болезнь, на самом деле это не всегда понимание принципа физиологии, да, что как раз... И Марк Подвижник, вот как раз есть интересные параллели святого пятого века, он, по сути, описал то, что описали физиологи, ну, в частности, в томске. Он как раз говорил, что бывают некоторые процессы, которые нас влекут как бы цепью насильно, но мы не отдаем себе отчета, что мы сами кормили, да, вот так и пишут, что бывает в нашем уме есть некое согретое место, он практически, и говорит об этом сами доминанти. то есть просто когда мы вспыхнули, ударили человека, мы не отдаем себе отчета, что в отношении этого человека мы, ну, много уже этих думали, с подружками обсуждали его личность, там, ерничали по этому поводу. И когда он появился на горизонте, вот весь этот накопленный потенциал, он выстрелил, и поэтому человек, который экологично пытается прожигнив, бьет тарелки, когда он дойдет до того, что ударит своего ребенка. Откуда вообще этого, ну, сам подход неверный, да? Ну, с точки зрения психоанализа, если вы подавляете гнев, он уходит в бессознательный, а потом прорывается в виде невроза. Ну, это иногда актуально, но лишь при определенных условиях. Если у вас есть начальник, вы его ненавидите, но просто боитесь сказать ему в лицо все, что думаете, потому что боитесь увольнения. И тогда действительно вы в себе это подавляете, но потом напиваетесь, потому что эта ненависть ищет себе выхода. Из меня, кстати, даже заключенный, который пережил смирительную рубашку, рассказывал, что вот так, ну, просто происходит некое удушение, то есть особо агрессивного человека в тюрьме затягивает смирительную рубашку, ты не можешь там ни стенку поколотить, и у тебя вся эта ярость, она уходит внутрь, она тебя просто разрывает. Но если вы понимаете, что если вы сейчас сформируете вот этот гнев себе, покричите на начальника, бог с ним, там, бог ему судья, то если вы кричите, что произойдет? Разорвется ваша связь с богом, да, потому что гнев мужа правды божьей не соделает. Божественному благотворению мы способны свалить только в состоянии мирного духа. Значит, что для вас больше ценнее, вот эта связь с богом, либо выкинуть в лицо на начальника, что он тиран. И сейчас немножко, сейчас вернусь в психоанализ, да, и поэтому один мессиян говорил, что именно понимание православного человека, да, и жизни в целом, оно человек ориентирует на освобождение всех страстей. Потому что ты понимаешь, что страсть — это то, что мешает тебе войти в общение с богом. Но если ты в общении с богом вошел не через, как бы, интеллект, если для тебя не просто абстрактная какая-то сущность, а это живая твоя жизнь, то тебе становится, ну, жить радостно, блаженной милости, что значит, когда твоей доминирующей чертой станет негнев. А милость тебе просто, ну, грубо говоря, кайфово будет жить всегда. И ты уже делаешь вывод, что для меня сейчас более актуально, вот поругаться, либо вот то, что я сейчас воспринимаю этот мир, я сейчас себя хорошо чувствую, или я теряю это. И тогда человек понимает, что и начальник тоже ошибается, и начинает молиться, вот, да, вот замечательная молитва с Хибуминым Савой, наш духовник, всем мне советует, Господи, крестом, ты умдалит меня страсть и неприязнь, помоги мне полюбить своего обидчика, там, начальника, там, Сергея Комарова, да, спаси меня святыми молитвами. И получается что? Что это доминантно разворачивает в гнев, в разрушение, а страсть всегда рушит нашу жизнь. И мы потихоньку со скрипом, как эту застарелую шестеренку, разворачиваем ее обратно. И потихоньку, ну, меняется наше лицо, наше общение с начальником. Он видит, что мы, ну, да, была спорная ситуация, но мы хотели сказать, но не сказали. И он вдруг видит, что мы люди адекватные. Если от нашего сердца отклынула вот эта ярость, да, что духовно второе говорит, что мы способны чувствовать друг друга, ну, как бы сказать, царе невербально. Об этом и Старец Пейси писал, и Порфириков Соколевит, что, возможно, начально у этого человека была эта способность, просто мы утратили вследствие своей греховной затемненности. У старцев эта способность выявляется. Конечно, надо быть очень осторожным, если вы чувствуете, что от человека идет негатив, не знать, что это негатив есть его в точке зрения. Сестры, может, это искушение. Но в целом, Порфириков Соколевит говорит, что если мы начинаем кого-то ненавидеть, испытывать неприятие, одновременно у человека образуется какая-то обратная тяга, он испытывает к нам отвращение. Если мы начинаем за него молиться, как-то чувствуем, побеждаем гнев к нему, то он начинается к нам расположенным. Об этом было и в предании очень много историй, когда два человека не могут помириться, но один из них укорил себя. Все, мы посмотрим, потому что я был виноват. Да, может быть, и брат мой был в чем-то виноват, но то, что я справился в ситуации, это моя вина. И как только, это не значит, что ты должен быть сам уничиженный весь, но как только ты укорил себя, происходит нечто, что если ты с этим человеком встретишься в живом общении, вы можете помириться за одно мгновение. До тех пор, пока каждый человек считает, что виноват другой, они общий язык не найдут. Я к чему? Что если мы вот так настраивались и побеждаем гнев ради того, чтобы не потерять какое-то большее благо, то никакого вытеснения не происходит. Искать с современным языком, по сути, мы наши нейроны просто переучиваем. Если у нас есть функциональная какая-то система, которая нацелена на разрушение, на уничтожение, то мы ее начинаем переучивать на другое. И вот здесь даже мультик, в «Сарен дети» может и не зайдет. Я смотрел еще в кинотеатре, когда был маленький волшебный лес. Там был, значит, такой кактус, который хотел этот лес уничтожить. Ну, и когда на кактус художник вылил эликсир, то кактус расцвел, и у него была такая страшная машина с когтями, которая должна была срывать деревья, и она стала колесом обозрения, на которой стали кататься зверюшки. То есть речь не идет о неврозе, речь идет о перевоспитании той силы, которая изначально есть. Академик Павлов описал ее как рефлекс цели. То есть человек не может жить без цели. Да, и святые отцы, ну, главное, задавайте следующий вопрос, уже святоотеческое понимание. Мы проскочили, я мог бы более подробно остановиться. Да, насколько я понимаю, святоотеческое понимание состоит в том, что гнев — это сила души, вложенная в нас Богом, и она просто исказилась в результате грехопадения. Да, вот если можно об этом подробнее. Да, потому что первым вопросом был такой пристрелочный, и сразу глубоко входит с первого вопроса, может быть, и не очень получилось. Духовный автор вообще рассматривает гнев не отдельно, а некие три такие базовые силы. Эрос, Тимос и Логос. Да, и поэтому, еще древние грики говорили, что Эрос и Тимос — это два коня, а Логос — возничие. То есть, Эрос — это сила вожделения, которая, по идее, нам дана для того, чтобы с помощью этой силы мы в реальности определить, что есть благо. То есть, вот я там позвали на программу Экзегет, если это благость, способствует там мне, другим людям развиваться, в общем, я туда еду, да. И, соответственно, когда сила вожделения заболевает, но заболевает когда? Когда наше сознание заражается страстными образами. Или когда, как Марк Подвижник говорил, что наш ум объят неведеем, то есть наш ум находится в состоянии пассивном, то человек видит какую-то ярко раскрашенную женщину, и он уже не может, благо, ну, как бы, для него это становится вот тем, что у тебя на состоянии вытянутой руки находится, либо наркотики. И сила вожделения уходит туда, и, соответственно, сила вожделения становится похотью, да. Если сила вожделения в чистом виде, это как бы стремление к красоте, и чтобы исцелить эту силу вожделения, необходимо воздержание, да, навык посту. Кстати, вот один даже духовный автор таким образом интерпретировал слова Христа, сказанной блуднице, что прощаются грехи, потому что возлюбила много. Там нет слов, что ты покаялась много, да. То есть вот этот вектор, который раньше у него был устремлен в эрос, ну, в такой эрос низшего плана, устремился к высшему. Фрейд отчасти был прав, когда связывал, что только он был не прав в том, что все наоборот, да, что он считал, что базовым это сексуальный инстинкт, а стремление, может быть, к высшему, это некая там форма сублимации. Духовный автор считает, что изначально Богу нам была способность, но вследствие греховной затемненности уже эта сила опрокинулась и присмыкается по земле. Это не значит, что с супругом нельзя иметь супружеские отношения, надо говорить только там, читать все написания. Но когда эти даже супружеские отношения происходят в любви, они способствуют, объединение семьи и так далее. Вторая сила это Тимос, да, Горю-Пламенею переводится, то есть эта сила дана была Богом для преодоления препятствий или борьбы со взлом. По идее, когда зми искушал Еву в Эдеме, она должна сказать, что ты вообще клевещешь, вообще кто такой, как бы, да, ну какой-то незнакомый там дядя к вам подошел и вдруг говорит, что твои родители, они вообще недостойные люди, зачем с ним разговаривать, да, или по идее мы даже собираемся на какое-то благое дело, ну встать пораньше, там, поехали на правил изогет, хочется полежать, что же я лежу, как бы, да, и вот эта сила, она дана была для этого, но если, соответственно, мы, у нас есть четкое представление, где благо, эта сила помогает нам этого благо достижать, становится таким мотором, но когда представление о благе затемняется, да, эта сила начинает обслуживать наши эгоистические стремления, там, благо добиться вот этой женщины ярко раскрашенной, поэтому тот, кто встал на пути, его сметаем, да, или благо получить наркотик, вот сейчас, мне не уходить, я там ее ударяю, как бы, и иду там, как, ну, достаю то, что мне нужно, и, в третьей, и, соответственно, гнев исцеляется любовью, то есть, в идеале бесстрастие означает, ну, как бы, в идеале мы приходим к бесстрастию, это апатия, ну, я не знаю, как правильно паралитическое ударение ставить, но апатия не в нашем смысле в современном прощении, когда человек лежит на диване и пьет алкоголь, а бесстрастие, когда, например, вот есть начальник, ну, почти немножко расслабились, и он может реально взбодрить, снаружи может это будет немножко выглядеть, как гнев, но он при этом будет полностью бесстрастие, то есть у него не шелохнется сердце, и самое главное, что не потерять любви к своим подчиненным, потому что, что характерно для вот сериальных родителей, которые не обуздали силу Тимас, да, они делают замечание ребенку, но при этом их колотит, и там говорит, да ты такой, как там твой папаша, как бы, да, и сразу вроде речь шла о том, что там ребенок не делал уроки, а мы тут все, как бы, да, но по идее, если у тебя сила гнева, она исцелена любовью, ты любишь этого ребенка, понимаешь, что ради его блага ты сейчас должен немножко взбодрить, но ты взбодрил, и все, и через 5 секунд ты переходишь уже, а давай сейчас делай широкий, мы потом сходим с тобой погуляем, и третья сила, логос, да, это разум, кстати, примечательно, что светские авторы, как Адлер, там, Фрейд, да, Венская школа, они каждый заметил по одной силе, то есть Фрейд заметил наиболее Эрос, там, Адлер наиболее Тимос, Виктор Франкл Логос, но проблема в том, что эти три силы должны взаимодействовать одновременно, соответственно, грехи, когда Логос затемняется, это ереси, да, безумие, да, и поэтому сила Логоса, она исцеляется, вот, именно, когда мы читаем Святых Отцов, когда мы молимся, не на уровне прочтения, как бы, каких-то молитв, да, а когда мы, вот, внимательные молитвы, значит, во время внимательной молитвы, мы видим вот эти прелоги, которые, закрепляясь, начинают нас деформировать. И к вопросу о Святых Отцах, иногда, к вопросу, зачем нам их считать, если они не говорят о современности, но они, даже если не говорят о современности, даже вообще говорят о своей какой-то пустыне, аскезе, которая для нас может быть недоступна, они все равно между разными понятиями проводят очень верные соотношения, и ты, как бы, накапливая вот этот статистический опыт, ты начинаешь понимать суть духовных законов, да, если ты понимаешь, в чем суть духовных законов, понимаешь, что вот сейчас перед тобой человек, у тебя некий соблазн на него надавить, чтобы он принял твою точку зрения, ну, ты понимаешь, даже если он примет точку зрения, как в семьях, да, надавить на мужа, чтобы он согласился, да, ты надавил на мужа, ну, ты молодец, но, если человек сидит перед тобой, плачет, у тебя будет семейное счастье? Нет, не будет. И вот это понимание, в каком смысле, той перспективы, в которую ты себя загоняешь, да, оно дает тебе возможность, ну, сойти с этого неправильного пути. Угу. Современный человек очень любит инструкции, куда пойти, что сделать, чтобы было то-то. Вот вы уже сказали о том, что со страстью гнева помогает бороться молитва. Какие еще лайфхаки можете дать? Ну, молитва, опять же, которая обращается к живому богу. Не просто вы там бомбите что-то такое, да, и молитва, и молитва, как бы осмысленная, когда вы понимаете, что то, что сейчас заползает в вашу голову по отношению к вашему ребенку, к вашему мужу, что это какая-то дичь. Если вы сейчас ей отдадите, вы разрушите отношения. И вы сами свою жизнь настраиваете все-таки в какой-то христианской любви и еще и молитесь, тогда действительно помогает. Но здесь первоначально как бы духовные авторы сейчас в добротолюбии не раз отмечали, что со страстью помогает бороться еще в том числе ведение, то есть понимание. То есть ты понимаешь, как устроена жизнь, да, и, соответственно, например, это понимание тебя призывает к тому, что, ну, как я уже сказал, если ты сейчас надавишь на человека, заставишь его, то ты с этого ничего не выиграешь, да, у тебя нет с ним совместного будущего, будет дальше. Ты разорвешь свои отношения с Богом, да, и тебе это уже возникает некое препятствие. И у духовных авторов все-таки они воспринимают борьбу со страстьями некое целостное, не то, что гнев это какая-то черточка в нашем организме, ее надо поменять, мы меняемся в целом, целиком. И в части автора фигуры, чтобы мы могли избавляться от внутреннего зла, ну, и внешнего тоже, необходимо начать все-таки с испытания совести. Это 5, 10, 15 минут, как прошел день. Да, поначалу мы, когда будем пытаться вспомнить день, особенно, наверное, москвичи, будут встречаться только засвет, когда там, дайте, сигнал на телесети закончился, вот эти мурашки, потому что ты даже утро не можешь вспомнить, потому что вся в суете, но постепенно твое внимание укрепляется, и ты свое внимание можешь сойти вот прямо до самого утра. На шуме очень быстро, быстродвижно, и поэтому за 5 минут, там, 10, 15, можно в мельчайших подробностях разобрать день, и можно, например, про себя читать Иисусу молитву или Господи, помилуй, как бы с покаянным чувством, потому что пока не имеет некую такую мистическую силу залечивать раны. Об этом старец Кирик говорил, что если вы действительно по прошествии дня в покаянной молитве как-то вот обращаетесь к Богу, вспоминая о прошедшем, то последствия греха уничтожает. Какие последствия греха? Вы прогнились на ребенка, у вас твошнотворное состояние, вы не знаете, как за это выйти. Он говорит, господи, простим, что я прогнился на ребенка. И все. И это сама рана заросла. И здесь мы еще, как в боксе, мы не можем еще видеть движение противника. Я не занимался, просто у меня многие знакомые занимались. И что поначалу ты прямого удара не видишь. Ты просто стоял, ты упал. Но по мере тренировок, видя, как стоят ноги у человека, как он двигается, ты уже можешь предугадывать его направление удара. А потом уже, пока он тебя бьет, ты уже можешь по телефону успеть позвонить. И также мы начинаем хотя бы, вот как в спорте, да, там, проматываем, проматываем этот матч, где как у нас стояли ноги, почему нас ударили. И мы вспомним, ага, значит, сегодня я прогневался. Почему? Ну, одна из причин гнева духовного автора говорит, это спешка. То есть ты хочешь спешить, и тебе надо успеть, и кто-то стоит на твоем пути. И ты хочешь его смести, да. Или как одна из причин, ты старайся к наслаждению. То есть ты хочешь поиграть в свою игру, посмотреть там, фильм какой-то, ребенок там, папа, папа там, а почему трава зеленая? Ведь я вызываю взрыв ярости, как бы, да. И если ты хочешь победить гнев, привыкай менять скорость своего движения. Ну, не то, что сопли жевать, как бы, да. Но двигаться как надо, но не чересчур, чтобы потерять себя. И если, и, соответственно, ты сможешь в фильме, не проваливайся с потрохами туда. Потому что некоторые ведь ходят на фанатское болезнь, и имя, что вот крышу снесло, как бы, да. И, соответственно, люди потом не дают счеты, если ты пришел на фанатское болезнь, вот ради этой цели, значит, в твоей социальной жизни, в твоей семье у тебя будут эксцессы. И постепенно, когда мы действие изучаем, кстати, очень интересно, мы совершаем открытие в нас самих, что мы понимаем, как страсти взаимосвязаны. То есть, вот ты, например, там накричал, опять же, на своего ребенка. Почему? Ты вспоминаешь, что, ага, а утром я перебрал сладкого. И вот это движение, да, вот мы до беседы говорили, что гнев и грома очень связаны. Вот это движение, когда хочется кинуться там на пятую зефиринку, оно же есть, в принципе, тоже движение, которое работает в игромании, в гневе. То есть, мы его не перехватываем и крикнули. И мы потихоньку понимаем, ага, значит, есть связь, когда я обедаюсь сладким, ты не знаешь, что нельзя есть сладкое, съешь, там, две зефиринки, тебе это достаточно. Оно потом связано с последующим, да, с срывом в гнев. Вот я, кстати, однажды, когда так испытывал совесть, накричал на одного человека, и для меня было тоже такое открытие, мне переслали там, по делу, оправдаюсь, прислали мультик, что там, социальный такой, но я его смотрел с открытой варежкой, то есть, о, какой классный. И потом на одного близкого человека накричало, мне занесело, почему я, все же было хорошо. А потом, ну, пришел к выводу, не знаю, правильно или нет, что вот часть моей души, она как-то расслабилась в этот момент, и когда с открывашкой сидел, и потом, когда возник вот в душе импульс накрикнуть, я уже не мог его удержать. И, соответственно, мы протягиваем связи причины-следствия, и уже начинаем хотя бы эту ситуацию предугадывать. То есть, я сейчас спешу, и вот уже там Сергей Комаров мне идут на перерез, приходите на экзегет, я понимаю, что сейчас, если возможно, у меня будет вспышка, да, вот как боксер за секунду до удара успевая уйти. Второй момент, это формирование противоположного навыка. Мы не сможем, не всегда любовью к собеседнику, которую пошел на перерез, готовы его встретить. Сергей Комаров, как здорово. Да, но вначале мы хотя бы задним числом, вот эту доминанту положительную вырабатываем задним числом. Здесь великую силу имеет покаяние. Считается, как говорят, да, что если у тебя есть доминирующая страсть, постарайся в исповеди, сказать, не только как в общей ртах гнев, а в чем конкретно проявилось. Ну, к сожалению, да, Москва, время, один очень известный батюшка говорил, что женщинам не надо говорить в конкретике, да, надо говорить в общей ртах, но все-таки Феоман Звон говорит, что именно, хотя бы кратко, в чем проявилось. Смотрел телевизор, подошел ребенок, я на него орал. И постепенно ты так разрываешь связь между собой, страстью, вот эти психологические тренды почему опасны, они говорят, прими себя. Если ты накричал на ребенка, и ты принял себя, ну да, я гневливый, значит, что, в следующий раз он придет, надо опять себя принять, что накричал. Во внимательной исповеди, во-первых, и Господь тебе дает силы сопротивляться страсти, во-вторых, ты разрываешь с ней какое-то взаимоотношение. Ты понимаешь, ты это ты, страсть это болезнь души какая-то, ну, болезнь физи, ну, сейчас не будем, болезнь в светском понимании, да, а святоотеческом. Плюс у тебя есть вот, вот эти 5-10-15 минут, когда ты рассматриваешь день, и ты не только анализируешь такая достоевская рефлексия, как бы, но одновременно это через покаяние. И плюс мы миримся, да, и постепенно у нас эта мощная доминанта, она аккумулирует импульс своей любви, и как я говорил, да, что в чем принцип доминанта, она тормозит прочие отделы коры. Когда любовь станет достаточно сильна, в момент эмоциональной вспышки, любовь к другому человеку, она победит гнев, и мы остановимся. И постепенно, конечно, не сразу, но именно побеждают навыки, потому что, как и в рукопашном бое, да, боец должен довести удар до автоматизма, чтобы там ранен или не ранен, чтобы он выполнил прием. И также вот Игнатий Боренщининов, хоть он говорил, это примитительно к монахам, новоначальным, но это и к мирянам тоже, да, что обратите внимание на формирование навыков, если те воспитаются дурные навыки, то есть склонности души, которые люди уже потом могут даже следствовать сегодня назвать болезнью, но мы забываем то, что мы сами вложились. Просто уже то, что все время человек не производит причины следственной связи, он не отдает все отчеты, что он сам себя годами это воспитывал, то эти навыки уже будут ломать твою жизнь. Если ты вложишься со вниманием в какой-то хороший навык, то этот навык уже тебе будет помогать, даже когда ты ослаблен, ну, например, там бессонницей, мы знаем, насколько мы гневли во время бессонницы. Вот Ефрем Сирин даже писал, что упражняюсь ночью в обдении, то есть молитве ночной, но днем борюсь с раздражительностью против братьев. И когда мы не выспались, кто-то подошел, тот же самый ребенок, мы накричали. Но если у нас сформировался навык через внимательную молитву, через исповедь, навык любви, то даже если у нас физиология пошла, мы хотим наорать, что-то такое вдруг поднимается из глубины нашей души, то, что мы выковали, мы говорим, Ващик, ну, там молодец, что ты пришел, давай мы с тобой поговорим, но только попозже. И мы даже сами удивлялись, как это так мы сказали настолько все спокойно, если у нас все кипело. И поэтому, в принципе, победа над днем это дело определенного времени. Но очень важно всегда вот стараться после каждой такой вспышки все-таки вспоминать, как она произошла. Может, это только гипотеза, она неверная, но это происходит с каждой страстью. Вначале, когда мы сталкиваемся в ситуацию, у нас вера возможностей. С человеком поговорить, или если кто-то помнит фильм 90-х, это «Терминатор», да, то есть к нему стучится там хозяин гостиницы, что-то спрашивает, «Терминатор» там разные варианты ответа, там, да, нет, что-то, и там, катись-то туда-то, да. И как в кугле прямо получается, что если мы выбрали этот вариант ответа, то у нас эта строчка подсвечена, в следующий раз на шумбу уже будет нам подсовывать вот такой вариант. И мы потихоньку начнем забывать, что есть другие варианты ответа. и чтобы это не произошло, мы когда вот день испытываем, вот назвали фары возбуждения человека там дураком. То есть, ну вот, возбуждение имеет то свойство, что наш устойчивый какой-то сигнал, который по нейронным сетям проходит, ну, какая-то версия, мы нейронные сети не можем видеть в прямой, это гипотеза. В момент возбуждения этот сигнал может пойти по другой ветке. И ему принеслось вот эта мысль дурак, да, в отношении близкого человека. Если мы не принесли покаяние, а вот, кстати, у Алексея Арцебушева была очень хорошая мысль, хоть он был мирен, но мне нравится, что покаяние, это как у нас стирательная резинка. То есть, если мы в этом не покаялись, ну, мысленно перед боссом, не помирились с человеком, то возникали из того, что это физиологически уже ситуация закрепленная. В следующий раз нам уже легче будет сказать, да, те же самые слова. Но хотя бы, когда мы боремся, чтобы не идти в худшее, постепенно мы приходим к лучшему. И вот тот же Авдорфий говорит, что любовь – это вершина доброедели. И если ты хочешь достичь вершины доброедели, начни хотя бы, чтобы не говорить зла, не говорить гадости, не желать плохого собеседнику. Через какое-то время, когда навык к добру укрепится, начнешь желать ему благого, а потом его полюбишь. И плюс надо еще понять, что не только уклоняться надо от гнева, чтобы его скринить. И Авдорфий дает некую такую матрицу, что слава Псалма «Уклонись со зла и сотвори благо». То есть вас там бьют ножом, вы уклонились, но противник же остался на ногах, да, и сотвори благо, как бы, контрудар, как бы, да. И дальше Авдорфий, и дальше Псалмопейц говорит, что, ну, не только сотвори благо, не только контратакую, но защи мира и пожени, то есть, ищи мира активно и достигай, то есть, надо сбить до ног и, в общем, контрольный выстрел, да, грубо говоря. То есть, если с ребенком произошла конфликтная ситуация, мы накричали не просто помириться, а не просто отношения. Вот тоже у меня, как-то сестра была, мы поругались, вроде помирились, но что-то не то. И бабушка дала, детское сердце отхочет, сходи с ней погуляй. И вот, иногда, если мы конфликт изживаем в здоровом виде, не просто там помирились, а кто-то и не мирился, но еще с человеком попытались сблизиться, потом попили чеку, погуляли, что-то совместно поделали, то получается, для нас даже те же самые конфликты, которые для кого-то являются разрушением жизни, для нас становятся средством углубления отношений. И бывает, на самом деле, очень теплые отношения с людьми, с которыми ты познакомился, приначале поругавшись, но ты понимаешь, потом понимаешь, чтобы из этого конфликта выйти, тебе нужно к этому человеку привить какую-то любовь, которую ты не прививаешь уже в базовом варианте, это для тебя уже не прохожий. И вдруг ты раскрываешь этого человека для себя, и он раскрывает для себя тебя. И получается, что если мы работаем на искоренение, то есть совершить что-то противоположное, тогда постепенно гнев он становится, замещается на любовью. Игнатий Боричин тоже дает некий такой, такой момент, что очень важно, когда ты испытываешь гневливые мысли против человека, понуть себя, сделать что-то для него хорошее. Тебе кажется, что он злодей, что он не достоин жить, но подли ему просто чайку. И вот этот небольшой жест, вот как в шуруповерте, мощный там мотор, но это просто переключатель, и ты уже не завинчиваешь, а развинчиваешь. И ты судебный нож подлил чайку, и вдруг что-то меняется, вот спрят человек, он становится для тебя дорог. Ты понимаешь, что ты как-то несправедливо к нему общался. И вместе с этой молитвой за человека, это приходит к тому, что мы постепенно становимся творцами своей жизни, а не безвольными пешками, да, в руках гнева. Есть такая святоотеческая цепочка грехов, там определенная последовательность есть, цепочка страстей, чревоугодие, блуд, и потом, кажется, идет гнев. Ну, у всех по-разному, у всех. Какой тут смысл, да, каково взаимодействие вот гнева именно с блудом, и почему чревоугодие и блуд идут перед? Ну, ну, надо сказать, что эти цепочки бывают немножко разные. Часто, может быть, я не знаю, чем руководить эти духовные авторы, потому что до блуда дойти не так-то и просто, например, женатному человеку или монаху, а чревоугодие то, что у тебя под рукой. Ну, естественно, с этого все начинают. Ну, когда ты объелся, у тебя как-то токи крови иначе идут. Кстати, по этой причине в монастырях не едят мясо, потому что мясо имеет много в животных токах, и поэтому люди, которые живут, ну, например, там, вне брака или еще не вступили в брак, все-таки, ну, в идеале, когда гармоничные отношения развиваются уже супружеские в браке, да, например, что мясо, оно будет провоцировать, я, кстати, посмотрел, прошу прощения, там еще сребролюбие идет, чревоугодие, блуд, сребролюбие и потом гнев. Ну, сребролюбие, когда человек уже одевается именно нефункционально, то есть, пожалуйста, одевайся модно, стильно, функционально, но не делай это своим идолом, потому что, знаете, причина говорит, что одежда всегда влияет на то восприятие, то есть, один человек, сидящий на какой-то мусорной куче, одетый в рубище, чувствует себя одним образом, одетый в дорогое, как бы чувствует себя другим, и когда человек начинает избыточно, как бы, да, какие-то приметы роскоши, у него растормаживаются и другие какие-то влечения, да, и поэтому, кстати, вот если вернуться к этим трем силам, если, например, человек никогда не победит гнев, если он, например, смотрит там порнографию, потому что, да, все взаимосвязано, и, в принципе, вот светоотеческая мысль очень хорошо подтверждается временная диктология, о чем мы говорили в прошлый раз, да, по поводу зависимости, то есть проблема, как светоотеческая говорит, корень всех зол и себелюбия, да, и также вот современные авторы диктологии, на 99% диктологии, она совпадает с статистическим учением, поэтому для меня диктология, это виллась некая такой апология святых отцов, если современные люди смыслованы с этими отцами, так вот, диктология, она о том же самом говорит, только это уже экспериментально подтверждено, что проблема именно в аддиктивной системе внутри человека, то есть у человека формируется некая склонность к вхождению в измененную состояние сознания, и поэтому, если он экологично проживает гнив, он все равно напитывает эту систему, которая вырвется потом во что-то другое, если напитал систему чревоугодием, да, то потом она дальше тебя будет толкать на какие-то другие дикие поступки, ну, смотря у кого что под руку, у кого будет блуд, естественно, у него будет блуд, ну, естественно, когда человек объелся миска, выпил, еще какой-то корпоратив, ну, тут уже, так сказать, понесло человека, да, если это не корпоратив, а рабочее совещание, а он уже потерял внутреннюю собранность, ну, тогда он уйдет в гнев, но она понимает, что страсть не воспринимается изолирована, и вот есть одна профессия, с которой мы дружим, хоть это, я скажу сейчас про внимание, но поймете, как это связано с гневом, когда приехал немецкий коллега со своими курсами о развитии внимания, мы приезжали к стенке, что внимание, оно не разрывно связано со всей, ну, совокупностью человека, нельзя внимание изолировано, но при развивании это эмпатия, то есть, если у тебя есть любовь к собеседнику, хотя бы на уровне эмпатии, ты уже внимателен, да, и он признался, да, я с вами согласен, нам нужно продавать, курс должен быть продаваемый, и поэтому, возможно, есть какие-то курсы определения гнева, но гнев связан со всей жизнью человека, если твой образ жизни вот такой расхлябанный, так сказать, обедаешься, смотришь порно, конечно, ты будешь гневаться, и, кстати, об этом даже отмечает епископ Александр Семенов-Тяньшанский в своем катехизе, вот в разделе именно о грехах такого родового плана, да, он отмечал, что именно неразборчивость в сексуальной жизни ведет к неразборчивости в принципе к жизни, до разрушения отношений, вплоть до прямой вражды, то есть вот, когда вот действительно девушки, юноши, у которых начиналась вот эта хаотичная сексуальная жизнь, действительно, это начинается вот такая злость, которая просто, ну, губит человека, он ни с кем не может дружить, и какие-то обычные, банальные ситуации, которые легко решаемые, он начинает заваливать, да, потому что все связано со всем, да, ну вот, и как-то пришлось вот писать статью, «Три силы», где вот я более подробно разбирал социатическое учение о трех силах в контексте игромании, что трудно размышлять о социатическом учении абстрактно, потому что все-таки социации, они не пытались создать систему, они всегда примитив на каком-то практическом конкретном случае выражались. Ну, и как-то мы еще о гневе очень подробно с паломниками говорили вот в циклах бесед, там было преодоление игрового механизма, какие-то еще статьи на это, кстати, такими же знаниями писал, где игроманер разбирал на примере гнева, то есть, в принципе, может, это ошибочная версия, но мне кажется, что очень схожая ситуация, домохозяйка, которой хочется сейчас пойти прокричаться, она мало чем отличается от игрока, только игрок в общественном сознании, он как-то маргинализует, становится более таким маргиналом, ну, хотя есть там дорогие казино, это как некие там, даже не маргиналы, это некие такие идеалы, к которым хочется совершенно на человеку стремиться, да, но в чем, вот, может быть, главный такой паттерн игромания и гнева, это же желание там все-таки высказаться, да, тебе скажут, что ты плохо готовишь, и там, и ты как бы ждешь, ждешь, и час это пытаешься переварить, а потом приходишь, а ты вообще, как бы, да, может, я плохо готовлю, а ты там ужасный муж, ну, что это такое, да, и также, и также, хотя, может, я не понимаю душу игрока, да, но во многих случаях речь не идет о желании выиграть, что денег у многих достаточно, а вот отыграться и показать всем, что они никто, а ты все, как бы, да, и просто это разные формы, вот это вот Тимос, да, то, что Академик Павлов назвал рефлекс цели, и поэтому, Академик Павлов уже был верующий человек, и его несправедливо называют пособником, как бы, тоталитарного строя, его учение о рефлексах, да, что дрессировка, как бы, да, но это только половина, он же о чем говорил, что есть вторая сигнальная система, то есть семантические сети, смысловые сети, которые мы строим, по сути, сейчас, почему важно, вот мы, мы что делаем, мы строим семантические сети, когда мы со вниманием читаем, со вниманием обсуждаем, там, свои страсти с кем-то опытным, по сути, мы перестраиваем эти нейронные сети и накапливаем какой-то положительный, конструктивный материал, который нам позволит выйти из этого тупика, то есть через поднятие духовного, культурного уровня, северных авторов, вот Ирина Медведева, она называет это принципом левации, но это статический принцип. Если не можешь появить доминирующую страсть, в частности гнева, да, читай, изучай, накапливай, там, вкладывай в добро, там, вкладывай людей, там, помогай людям, пересмотри свой гардероб. Понятно, если сейчас жизнь такая, что надо быть и стильным, и модным где-то, да, но не делай этого избыточно, и ты будешь всегда получать дополнительные силы для того, чтобы справиться со своей, ну, какой-то текущей проблемой, то есть, у тебя начнёт, грубо говоря, из куска выгрозной души нарастать мясо, и, соответственно, вот один просто игроман, игроман так говорил, что меня называли Славка Бешеный, но в интервью давал, потому что я, когда меня играл, не шла, я начинал вызывать динеров, там, швыряться фишками, да, и вот этот безудерж, о котором писал Достоевский в романе «Братья Карамазова», да, когда Митя Карамазов говорит, что если уж надо прыгать в пропасть, прыгнуть так, что пятка сверкает, и вот этот безудерж, он в одном случае будет уходить в рулетку, в другом случае дикий гнев, да, и здесь не всегда правильная точка зрения будет бороться именно с гневом напрямую, конечно, где-то и почитать лучше про динерсию страсти, но, как мы говорили, да, что в чем проблема прямолинейной борьбы со страстью, что в момент действия текущей доминанты мы подкрепляем этот очаг размышлением о нем, и вот я писал как раз тексты, примитивные вот к этим лекциям про игроманию, про длинные игровые механизмы, и там была статья, с этим же, знаете, часть 4, и там приводил как раз выдержки из романа «Братья Карамазовы» про старство Зосиму, он же был военным, причем таким безудержным, возможно, он является антиподом Мити Карамазова, и он, конкурируя за женщину, едет убить ее жениха, просто холоднокровно, зная, что он более лучший стрелок, так как он профессиональный военный, и что случается, его денщик что-то там не разобрался в ситуации, и он денщика бьет в лицо, ну и потом как-то вспоминает, что этот же денщик был со мной, когда еще с молодых ногтей, грубо говоря, и он стоит на колени и просит у него прощения, и этот денщик говорит «Барин, да что вы!» и вдруг вот этот акт смирения, да, он связывает его с какими-то высшими смыслами, просто вот как раз духовный автор отмечает, что именно, не хочу сказать совсем, активация духовных смыслов, грубо говоря, высшего этажа человеческой личности, духовных переживаний, духовное переживание это умиление, покаяние, какая-то связь с Богом, она приводит к тому, что низшая тормозится, и только что он ел, ну, ехал убивать этого человека, и вдруг он побеждает гнев, не только потому, что он с ним боролся, вдруг он видит эту панораму действительности, что вот есть Божий мир со своей красотой, со своей какой-то гармонией, и я в этот мир вламываюсь со своим вот этим уродским каким-то убийством, хочу все это изломать, и он видит всю абсурдность, вот эту кривизну своего поведения, и уже едет на дуэль с твердым желанием не убивать, ну, все-таки он был офицер, он не мог просто приходить на дуэль, иначе его сошли бы трусом, он дал, рискнул, конечно, дал человеку выстрелить, этот промазал, и потом он выдержал выстрел, он сказал, что ребята, я как бы не хочу, и соответственно, вот этот момент элевации, поднятие духовно-культурного уровня приводит к тому, вместе с духовными переживаниями, которые мы начнем испытывать, в результате молитвы, причастия, приводит к тому, что мы гнев исцеляем, но исцеляем каким образом, не то, что мы становимся вялыми, апатичными, и вот Ирина Двиниц ответила, что если ребенок активный, это неправильно будет ломать его, сделать его таким паинькой, просто эту активность надо учиться в какое-то русло, да, вводить, и вот, например, я там приводил в этой статье как раз, вот, например, такая профессия, очень страшные, тяжелые авиационные наводчики, да, ну, это жестоко, это не знает, кем надо быть, то есть это, грубо говоря, артиллерия может ударить, но и надо координаты, да, сейчас понятно, это был Афган, сейчас, наверное, более все совершенно не военный, но по поводу Виктора Николаев писал про Афган, что авиационный наводчик, он должен был пробраться в стамп маджахедов, замаскированный, окопаться и дать координаты, ну, понятно, что если тебя найдут, тебя убивают долго и мучительно, то есть на какую силу волю иметь, да, и, соответственно, к чему, что если у мальчика есть безудерж, почему его надо обязательно ломать, там, отдайте, не знаю, всех с рукопашного боя, ну, просто, почему мне нравится все-таки русская социация с рукопашного боя, мы как-то встречались с одним из, как бы, членов ассоциации, то есть задача не сделать человека просто, ну, тупым бойцом, как бы, да, отдать человеку стержень, потому что, если человеку дали стержень, ему может драться не надо, потому что, ну, у нас, к сожалению, ситуация такая, что мальчики воспитаны без отцов, как бы, они очень такие нерешительные, слабые, если появляется в классе какой-то деминирующий хулиган, как бы, да, он начинает, особенно, скооперироваться вдвоем, втроем, они уже весь класс ставят под контроль, если у мальчика появляется внутренняя сила, ему даже не надо драться, просто уже другие понимают, что с ним вот так вести не получится, и он может сказать, ребят, давайте не будем, и этого будет достаточно, но чтобы он сказал, давайте не будем, ему, во-первых, нужно научиться избавиться от страха, вот у меня был знакомый, я, ну, не занимался, поэтому скажу чужие слова, избавиться от страха без полного контакта не получится, есть, конечно, тренировки, где, там, бьют груши, все очень правильно, но, в любом случае, когда будет реальный бой столкновения на улице, тебя произвут страх, страх получить в лицо, как бы, да, если ты на тренировке это прошел, ты можешь понимать, что это не так страшно, мне очень нравится, кстати, документальный фильм, Батя, про Николая Козлова, да, заслуженного тренировки по самбо, может, кто-то будет в ужасе, но он давал такую тренировку, младшие, то есть старшие бьют младших, на улице все, что угодно может быть, да, то есть, ладошками старшие бьют младших, а вы смотрите в глаза и не отводите, потому что все, что угодно может быть, и, соответственно, человек, который, например, есть одна книжка, вот немножко с атеистическим уклоном, но если вы смотрите с точки зрения физиологии, да, там было очень много хорошего, я, кстати, забыл, как называется, про бокс, там как раз тренер говорит, что мне нравилось, что тренер нравилось из таких безбашенных парней, хулиганов, делать взвешенных, четких, ну, студентов, просто свою вот эту неудержимую силу Тимос, вот этот безудерж, он на тренировках структурировал, да, ты должен понимать, там, для чего ты дерешься, с кем ты дерешься, и учил, как бы, а почему ты дерешься, может быть, это можно, самый лучший бой, это не составившийся бой, и путем, как бы, тренировки, вот эти гипер, гипермальчики, которые не могли справиться с эмоциями, они становились взвешенными, уравновешенными, либо, либо дать человеку, который просто гневливый, дать ему цель, к которой он мог бы стремиться, вот, кстати, Достоевский уже хорошо, да, этот лайфхак Митти Карамазову, да, в романе «Братья Карамазова», то есть Митя, там, и дуэли, там, и все что угодно, игрушенька, как раз там показано, что это все идет вместе, кстати, и сила Логос тоже поражена, потому что у Митии вот этот просто хаос в голове, и госпожа Хохлакова, когда он приходит к ней искать денег, чтобы везти игрушеньку, она ему дает хороший совет, что вот сейчас в Сибири развиваются, ну, строительство городов, золотые прииски, оставьте сейчас свою затею, там, езжайте в Сибирь, там нужны люди, но с таким потенциалом, как у вас, просто проблема этой Митии была в том, что он прозябал, вот его вот огромный потенциал, он уходил в казино, но вот если вот эту силу Тимос пустить в строительство, ему цены бы не было, да, то есть дать человеку настоящую задачу, в которую он мог бы вложиться целиком и полностью, и тогда бы ты вернулся уже другим человеком, а если ты просто, например, строишь, не просто как хам, да, но ты вынужден там вступать в какой-то человеческий контакт с людьми, у тебя какой-то опыт, у тебя в итоге, когда апатия, бесстрастие, у тебя сила напряжения остается, активность остается, причем даже активность остается больше, потому что ты ее не растрачиваешь на привлекание с остальными, но если бы он вернулся, он бы уже не стал бы столь зависим уже от грушинки, и поэтому задача не ломать, а как бы настолько помочь человеку полюбить какое-то дело, полюбить какую-то действительность, чтобы он смог вложиться целиком и полностью туда, да, иначе если человек не вложится в конструктив, он будет складываться в патологию, в драки, в прозябание, ну, кстати, что и показано было, я не являюсь пропланицем фильмом «Пацаны», да, но тем не менее, в этой ситуации, когда людям нечем было заняться, вот эта какая-то нищета, вот приближается крах советской системы, да, и вот, соответственно, вот этот, тот потасал, который мог бы во что-то было уйти, в науку, да, он стал уходить вот это уличные какие-то взаимодействия. Очень. В заключении нашей беседы вы могли бы обычному, простому человеку дать какой-то совет, с чего начать борьбу с гневом? Сегодня просто очень много всего было сказано. Рассмотреть ситуацию, как это произошло, вот я, что, что, если не, есть хотя бы 5-10-15 минут, да, потратить на то, чтобы понять, что произошло и почему произошло. Если ты на работе прогневался и выбит из колеи, не надо сейчас стремительно пить алкоголь в социальных сетях пытаться заложить. Сядь, рассмотри, почему это прошло. Если можно, исправь эту ситуацию. Ну, хотя бы, к минимуму, покайся, скажи, господи, прости меня, что я прогневался на человека. И потихоньку, шаг за шагом у тебя будет рождаться понимание, почему ты гневаешься и как это справить. И с этого внимания к себе начинается выход из ситуации. И плюс молитвы с Егуминой Саввы, да, выучить наизусть, чтобы это уже было как некий, ну, рефлекс. Вот у меня был товарищ, мастер спорта, ну, мастер спорта международного класса подзюдо. Еще когда я был студентом, он мне показал одну подсечку, и когда я-то еще был безбожником, да, хулиганским, и на одной вечеринке мы были, я хотел эту подсечку ему показать. Но он ничего не получил, говорит, у тебя не получится, потому что у меня тело так настроено, не потому что я там готовился специально. Вот навыки такие телесные. Соответственно, если мы привыкаем после каждой ситуации помириться с ближним, попросить у Бога прощения, да, со временем это входит в навык, и когда ситуация гневливая возникает, мы в гнев не входим. Ну, может, и, может, это не совсем вот уже вывод, просто еще одно фразочное написание, да, солнце да не зайдет в огне и вашем. То есть, о чем идет речь? То есть, в течение дня есть масса эмоций, рабочие моменты, там, кто-то что-то недопонял, вспыхнули. Но в монастырях есть очень хороший принцип, который можно было бы развивать и всеми. Это чьим прощения. У нас на Славках есть. Где все братья вечером просят друг друга прощения, потому что днем может быть все, что угодно. Да, и покипели, ну, помирились все, попрощались и спокойно входим в сон. И там дальше идет и не давайте места дьявола, да, потому что если человек уже откипел, но входит в ночь с гневневой мысль, значит, это уже личный выбор. А раз твой личный выбор, то благодать Божия отступает. Даже если ты не веришь в Богу, все равно она тебя хранит. Потому что если она тебя не будет хранить, у тебя начнется психиатрия. Вот как раз Евагрий Понтийский отмечал, что гневливым людям по ночам снятся драконы, летающие гадюки. То есть тот, кто гневался днем и не хотел смиряться, будет смиряться ночью в бессонных кошмарах, да. Поэтому если вы не хотите вот этих пробуждений, бессонных ночей, ну, какие-то психиатрические состояния, Ирина Медведева у нас в приливе заметила, что злость, ну, то есть, прошу прощения, она про горсть говорила, но если сделать тут такое дополнение, что основа многих расстройств злость, которая уже вошла в навык. Поэтому если хотите радоваться жизни, испытывать там, чтобы просто было кайфово, как бы, да, то привыкайте не гневаться, и жизнь будет радостна, и вы будете больше успевать. На самом деле, это все вранье, что гнев помогает больше успевать. Вот, в прощении, еще одна минутка, вот с этого начинается, кстати фильм «Свой человек», очень хороший фильм основан на реальных событиях, где журналист, чтобы завестись перед интервью, начинает, ну, там, типа, Ясер Арафат, он берет интервью, он начинает ругаться с его охранниками, чтобы напитаться вот этой черной энергией, да, но потом журналист тебя не очень хорошо повел, да, и поэтому те люди, которые пытаются напитать себе энергией, поругаться на работе, чтобы за таким драйвом быть, будьте готовы, что потом начнет разрушаться вся ваша жизнь, да, поэтому все-таки если человек живет, очистил силу Тимоса, вы будете более, ну, не знаю, не хочу сказать слово успешны, потому что мы не к этому стремимся, но это уже как некое побочное действие, и жизнь будет радостной, и вам будет очень хорошо жить. Спасибо очень за эту беседу. Всего доброго.